О чем говорят с высокой трибуны? О чем шепчутся в кулуарах? И как отдыхают участники Всемирного экономического форума в Давосе? Всю неделю на 99,6 FM. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашей студии плюс семь четыре девять пять шесть пять десять девяносто девять и шесть. Сегодня с нашим гостем доктором политических наук Станиславом Радкевичем мы в том числе обсуждаем открытие Давосского форума. К нам по телефону присоединяется главный редактор радиостанции Финам-ФМ Катерина Романова. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер, радиослушатели. Да, мы из Давоса. Сегодня, 23 января 2013 года, начал свою работу, основную работу Всемирный экономический форум. Уже прошло ключевое для Российской Федерации выступление премьер-министра Дмитрия Медведева в Конгресс-центре, где одним из ключевых действий премьеры России стала поддержка заявки на проведение World Expo в России. Во главе с премьером русская делегация включает заместителя председателя правительства Российской Федерации, председателя оргкомитета Екатеринбург-Экспо-2020 Аркадия Дворковича, генерального директора заявки Эрика Пугулова, губернатора Светловской области Евгения Куйвышева. И примечательно, что второй год подряд заявочный комитет Екатеринбург-Экспо-2020 принимает участие в ВЭФ и строит русский павильон в Давосе. А завтра, 24 января, в Русском Думе пройдет презентация World Expo для участников форума. А сегодня на Финам-ФМ в прямом эфире член русской делегации, губернатор Светловской области Куйвышев Евгений Владимирович. Вопрос такой. Глобальный мировой экономический форум в Давосе принимает участников многих стран. И российская делегация одна из самых больших и весомых в отдельном весе участвующих персон. Почему вам, как представителя Уральских земель и, в частности, Екатерину Глорга, важно быть в Давосе? Добрый вечер. На самом деле, в следующем несколько лет. Я не знаю, что в основных местах. И это, в основном, создается мировая индивизация, ведущая реакция, определяющая перспективы дальнейшего экономического развития многих стран и многих регионов. Екатеринбург и Светловская область уже давно увлечены в мировые хозяйственные связи. Мы торгуем более чем 140 странами мира. У нас открыто представительство нескольких сот иностранных компаний. Работают более 20 гип-миссий. Это уже ко многому обязывает. И тем более, что мы крайне заинтересованы в привлечении инвестиций, инвесторов в реализацию таких крупнейших проектов, как особая экономическая зона Титановая долина и химический парк Тагил, Уральский фарм-кластер. И мы в конце прошлого года приняли решение строить индустриальный парк Корцовский. Это достаточно серьезный прорыв. И вторая причина – это, конечно же, продвижение заявки Екатеринбурга на право проведения экспо. При условии победы нашей страны, нашего региона, нашего города, привлекательность регионов возрастет многократно. Поэтому вот такие основные причины. Да, но по поводу продвижения заявки, здесь в Швейцарии я видела несколько павильонов, например, в Мексике, Индии. Но не встретила площадок конкурирующих стран по заявке на экспо-2020, Арабских Эмиратов, Таиланда, Турции, Бразилии. Как страны-конкуренты продвигают свою заявку в мировом сообществе? Ведь глобальных площадок для встреч в течение года не так много. Дело в том, что, несомненно, каждая страна ведет свою серьезную работу, выбирает свою стратегию и тактику. Мы считаем площадкой ДАЛОС это важное для проведения презентации Екатеринбурга. Поэтому мы и здесь. Безусловно, все страны, желающие принять экспо, в 2020 году очень сильные и интересные конкуренты. И регулярно в Париже в рамках Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок встречаемся с представителями этих стран и видим, какие успехи на пути к победе они делают. Но при этом каждый из нас имеет свои особенности, свою специфику, в том числе и в вопросах расстраивания работы по продвижению нашей заявки. И поэтому мы сегодня здесь, и я уверен, конкуренты присутствуют сегодня. Я видел. И оценивают Российского Союза. Да, и оценивают, да, и оценивают то, как мы продвигаемся. У нас сегодня очень много встречи будет завтра, и сам премьер эти встречи проводит. И ведь премьер Аркадий Баркович вообще. Слава работа Русского дома, это такая насыщенная. Поэтому, ну, так у нас. А каким образом выбор на Екатеринбург пал для заявки Российской Федерации? Как реагирует на это событие населения в Радской столице? Конечно, безусловно, Екатеринбург был не единственным городом, который рассматривался в качестве города, который будет представлять собой страну. Но у Екатеринбурга оказалось больше преимуществ. Это, в первую очередь, уникальное коллективное положение. Это место встречи Европы и Азии. Еще ни одно Экстер не проходило сразу на двух континентах. Поэтому, это, конечно, шутка. Но, тем не менее, именно этот факт обославливает то, что мы, Екатеринбург, это место объединения людей разных культур, национальностей и расповеданий. И это, конечно же, мощный динамический и логистический центр. Центр, где сегодня регулярно проходят различные международные мероприятия. И хочу напомнить, что Екатеринбург регулярно занимает кизирующие позиции в рейтингах, в рейтингах динамично развивающихся городов и регионов и привлекательных для бизнеса. Кроме того, и, наверное, одной из самых главных преимуществ, это наличие большого опыта приема крупных международных мероприятий. А какие другие преимущества и сильные стороны у России для проведения выставки, кроме географического поведения, опыта и... Значит, самое главное, это большое желание, это поддержка президента страны, это поддержка председателя правительства. Мы должны всему мировому сообществу, членам международной ассамблеи, международного бюро лукова, показать наши возможности. Наши возможности раскрыть эту тему. Тему настоящего. Мы считаем, что мы готовы и уверены в том, что это придадет огромный толчок к развитию экономики, не только в Северной области, но и в Северной области. Потому как сегодня Северная область демонстрирует динамичные показатели в развитии. Это и рост ВРП, это и привлечение инвестиций, это и увеличение, постоянный приток инвестиций, иностранных инвестиций. Все эти показатели дают нам все возможности для того, чтобы мы собрались в силу на победу. Я желаю вам безусловной победы. Какое ваше ощущение, как Дмитрий Анатольевич поддерживал заявку на проведение выставки в России здесь, в Дагузе? Ну, одно то, что нужно поддерживать, не только на столах, а в деле. Совершенно не случайно, не без его поддержки. Русский дом сегодня не просто строительство компании, русский дом сегодня пронизан идеей. Пронизан идеей очень предметной борьбы, право проведения экспорта. Поэтому я уверен, что все сегодня еще будем продолжать, и завтра мы будем сохранять какая-нибудь поддержка. Конечно. Дмитрий Анатольевич, его поддержку. А у вас запланированы какие-то встречи, направленные на поддержку заявки? И как Светловская область находит инвестиции на мировом рынке? Если бы у меня была возможность продемонстрировать Светловскую область, то вы бы увидели, что им каждый день и каждый час расписаны встречи с представителями иностранного, и российского область, и экспертов. Речи протокольные, деловые, принимают все в составе делегаций. Сегодня в главном бинарном заседании мы пообщались и до, и после, и послушаем варианты развития экономики нашей страны. Сегодня, примерно, где говорили о четвертом варианте, мы уверены, что победа за право проведения экспорта и экономики, и, конечно же, Светловская область сегодня существует во многих мероприятиях, невозможность заявить, что в область отсутствует, в том регионе, где мы приветствовали иностранных инвесторов, и прошлые инвесторы. Поэтому мы здесь, и поэтому все происходит так же. Спасибо, Евгений Владимирович. Напомню, Евгений Куйлович, губернатор Суздоровской области, был со мной на связи из Давоса. И также сегодня прошли брифинги для средств массовой информации генерального директора Русского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, председателя Совета директоров у околок Северного Кавказа Ахмеда Бивалова, зампредседателя правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича. Вечером в Русском доме в Давосе пройдут приемы холдинга Олега Терипаски с участием Дмитрия Медведева и Русского фонда прямых инвестиций. Так что жизнь не останавливается, все здесь кипит, и завтра мы с новостями снова в итогах дня встретимся. Михаил. Да, большое спасибо, Катерина, за интересный рассказ и за интересное очень интервью Евгения Куйвышева, губернатора Свердловской области. О чем говорят с высокой трибуны, о чем шепчутся в кулуарах и как отдыхают участники Всемирного экономического форума в Давосе. Всю неделю на 99,6 FM. Субтитры создавал DimaTorzok